Здравствуйте, меня зовут Наталья Апарова. В прямом эфире итоговый выпуск новостей на телеканале Репортер. Ситуация с коронавирусом и на этой неделе оставалась топ-темой всех выпусков новостей. Увы, наш не станет исключением. Статистика заболеваемости в Одесской области приближается к 200, но четверо уже выздоровели. Вспышка на днях произошла в доме престарелых в Одессе. Там обнаружили сразу 5 случаев COVID-19. Город Подольск, бывший Котовск на севере региона, и вовсе закрыли для посторонних. Там одновременно заболели многие медики, которые контактировали с зараженными больными. Но обо всем по порядку. Начнем с горячей темы. Горячей в прямом смысле. В ночь с четверга на пятницу вспыхнул пожар в Свято-Успенском мужском монастыре. Там во время службы возникло сразу три очага возгорания. Огонь распространился на площадь 480 квадратных метров. Уничтожены хозяйственные постройки и три автомобиля. Расследование поручили совместные следственные группе полиции, ГСЧС и СБУ. А силовики заявляют о вероятном умышленном поджоге. Подробности в сюжете Юлиана Аксенова. Сразу три возгорания у входа в братский корпус возле трапезной и на хоздворе. Вспыхнули около часа ночи во время службы на территории монастыря. Больше всего пострадали хозпостройки. Склад с дровами, будущий коровник, огонь также уничтожил две легковые и одну машину-цистерну. Предварительная сумма ущерба – 2 миллиона гривен. Пламя перекинулось на дрова, сено и краску. К моменту ликвидации пожара хватило почти 500 квадратных метров. Не обошлось без пострадавших. Архимандрит монастыря пытался помочь спасателям тушить пожар, но упал с забора. Его госпитализировали с переломом лодыжки. В Одесской епархии утверждают, что это поджог. В адрес их церквей и храмов давно поступают различные угрозы. 13.04. такая угроза поджога поступила настоятелю Свято-Иверского монастыря мужского Одесской епархии Украинской православной церкви. Сегодня произошло возгорание в мужском Свято-Успенском монастыре. Также ночью поступили угрозы в Свято-Николаевский монастырь Одесской епархии Украинской православной церкви, который находится в городе Измаил. Юрист говорит, что часто приходят провокационные сообщения с требованием открыть храмы, невзирая на действующий карантин. В епархии считают, что провокаторы разжигают межрелигиозную рознь. Вероятность поджогов подтверждают и в полиции. Сейчас это основная версия. Это был умысленный подпал. Подпал на данный час мы видим в самых трех местах. Это два транспортных засоба и колышний коровник, склад, где также был очаг подпал. На данный час мы работаем и сделаем все необходимое для того, чтобы разобраться в том, что осталось, и притягнуть до ответственности выносить. В составе следственной группы есть представители СБУ. Они выясняют, является ли поджог терактом. Все подробности и детали расследования, кто и как мог проникнуть на территорию монастыря и устроить поджоги, силовики обещают сообщить позже. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер. Шквал критики и, как результат, продовольственные рынки в среду закрылись. Предшествовал решению мэрии гнев представителей Офиса президента. До этого городская власть пыталась обойти вниманием эту проблему, так как это могло вызвать социальное недовольство. Не секрет, что многие одесситы закупаются именно на базарах. Рынки решено закрыть до отмены ограничений на всеукраинском уровне. Как восприняли карантинные нововведения продавцы и покупатели, интересовался Дмитрий Богомолов. Наш рейд по продовольственным рынкам в Киевском районе. Мы начинаем с оптового рынка на Маршала Жукова, который в народе называют китайским рынком. Видим, что на заборе написано, что рынок закрыт до 25 апреля. Тем не менее, многие магазины вдоль проезжей части открыты. На них написано, что карантин, они работают на самовывоз. При виде съемочной группы кто-то даже закрывал магазины. Людей немало на рынке. И многие возмущены тем, что буквально через дорогу открыты торговые центры. Рынок вообще не работает. Только хозяева перевосчет делают. Вот это хозяин сейчас заехал. А вот я вижу, что открыты с внешней стороны. Улица к нам не касается. Они не относятся к рынку? К рынку не относятся. При том, что половина павильона вдоль дороги открыта, большого скопления людей не видно. Через дорогу народу в разы больше. Предприниматели говорят, что такое закручивание гаек приведет к перекрытиям дорог. Люди будут не только автопробеги устраивать, они будут перекрывать дороги полностью. То есть мы вообще не знаем, что нам делать. Перекрывать дороги, закрываться полностью. Люди едят, ели и будут ездить. Рынок должен работать. Как внутри, так и с оружием. Маски, какие-то меры безопасности. Маски масками, а жизнь жизнью. Надо как-то жить, выживать. Конечно, экономика падает. Предпринимательство, маленький бизнес тоже, по-моему, уже утух полностью. Мы будем жить, будем видеть. Рынок южный закрыт. С утра правоохранители пришли и фактически запретили работу предпринимателям. По словам самих продавцов, заранее их об этом не предупредили. И из-за этого у них портится большое количество товаров на приличные суммы. Ворота рынка при этом открыты. Через него можно просто пройти на другую сторону. Многие люди собираются и возмущаются, что продолжают работу магазины через дорогу и супермаркеты. А на самом рынке, где цены ниже, ничего купить нельзя. Вот что, помнишь? Оно ящиками, все, вот посмотрите, вот здесь все, оно вот так стоит. Стоит там, ну, наш товар, вот это. Здесь, помнишь, что? И все очень дорогие. Это не все. Насколько примерно вот продуктов здесь, это все, если портится, ориентировочно? Где-то 30-35 тысяч. Это только на одном столе? Да, это только на одном столе. У всех гниет количество, очень большое количество товара. Какие из-за этого расходы получают? Очень большие расходы, очень большие. Люди просто у разбитого корыта. На южном рынке продавцы и покупатели возмущены. Первые говорят, что закрытие состоялось без предупреждения, они понесут большие убытки, продукты питания быстро испортятся. Другие – из-за того, что цены в супермаркетах намного выше, а качество хуже. Рынки надо открывать. Это нереально. Это покупатели, вы говорите. Здесь на нашем южном всегда соблюдали и расстояние, и продавцы все в масках. Я покупатель, я не продавец себе. Я покупатель. Я не ожидала, что сегодня закрыли. Я вот пошла в Тавру и я туда вышла. Вы пойдете в супермаркеты теперь или? Нет. Там есть продукты в супермаркеты, которых я принципиально не беру. Перебиты сроки годности. Я тоже порошковое молоко не беру, картошку не беру. А вы скажите, какие продукты вы только на рынке берете? На рынке вообще не скопление. Мы здесь стоим, торгуем один человек на 100 квадратных метров. А вы зайдите в супермаркет. Толпы народа никакого движения воздуха нет. Правительство запрещает работать. Но та сторона вся работает. Как всегда работала и работает. И милиция стоит, смотрит на это и ничего не делает. А на рынке кто-то все-таки смог открыться или нет? Нет, нет. Магазины может быть? Нет, нет, нет. Мы никто не можем открыться. Никто. Мы все боимся. Киевский рынок на улице Глушко закрыт еще со вторника. Вчера здесь, по словам людей, было большое скопление предпринимателей и возмущенных покупателей. Сегодня же все пусто, висят оградительные ленты, все контейнеры закрыты. А вот магазины снаружи работают. Конфликты и взаимные оскорбления из-за закрытия киевского рынка происходили во вторник. В среду же через его территорию можно только пройти транзитом. Тем не менее, возмущенных людей и так хватает. Даже ребенок грудной знает, что в закрытом пространстве быстрее заразишься, чем на рынке. А людей сколько без работы, а нам как удобно всем, мы здесь все время скупаемся. И сейчас идти эту гниль просроченную покупать, отмытую, отстиранную уксусом. А здесь цены на рынке? Нормальные. Вы знаете, с центра города сюда ездят. Здесь лучше цены, чем везде. На строительном рынке «Селянка» на Небесной Сотне бывшем маршала Жукова придумали свою систему. Рынок закрыт уже давно, но работает стол заявок, где можно взять контакты, дистанционно связаться с предпринимателями и заказать стройматериалы с доставкой. Кто-то продавал в онлайн-режиме, кто-то продавал по безналу, где приходят с квитанциями, приходят люди озлобленные, я оплатила, а не могу получить товар, либо что-то это. И мы руководители обеспечили этим, сделали стол справок, взяли визитки предпринимателей, даем, сообщаем, вызываем людей, чтобы они в телефонном режиме, в онлайн-режиме разрешали все рабочие такие вопросы, чтобы не озлобливать и не утруждать людям, бизнесменам, покупателей данного региона. Кроме того, руководство «Селянки» планирует вводить специальные льготы на аренду для предпринимателей. Это связано с большими убытками из-за карантина. Но здесь без поддержки государства не обойтись, считает директор рынка. Безусловно, та аренда, которая была, она уже не будет, будет намного ниже, будут счеты. Но сегодня мы просчитать не можем, мы учитываем и ждем все-таки распоряжений министерства, какие будут скидки. Те скидки, которые сегодня сделали, это по фобам, это в налоговые, патентам, а то по оплате земли, по остальным. Если это будет, конечно, это будет намного легче предпринимателям. Мы не говорим о заработках, мы сегодня все подсчитываем убытки и пытаемся как-то где-то еще что-то, на чем-то сэкономить, на чем-то, чтобы общая эта болезнь, эту унифобу пройти и заново начать работать. А вот авторынки работу продолжают. В частности, на «Успехе» почти все павильоны в среду были открыты. Людей немного, многие также делают предзаказы с доставкой. Тем более на носу пассивная, движение транспорта пока никто не отменял. Во время пассивной и во время того, что каждое это средство передвижения, по-любому нужно какие-то детали покупать. Так как лекарства в аптеке покупаешь, хлеб, так и это все. Должны, конечно, рынки быть открыты. Ну, соблюдать, конечно, дистанцию, соблюдать все свои правила и тому подобное. Напомню, сначала в мэрии не хотели закрывать продовольственные рынки и всячески пытались оттянуть или обойти запретную норму Минздрава. Однако это возмутило главу офиса президента Андрея Ермака, который пообещал мэру Одессы разговор с президентом и министром внутренних дел. Пришлось базары закрыть, но при этом спровоцировать общественное недовольство. Дмитрий Богомолов, Константин Ищерет, телеканал Репортер. Одесский привоз тоже закрылся, причем впервые с начала карантина. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения на рынке режима ограничений. Привоз работал в обычном режиме, пока большинство городских рынков или были закрыты, или же торговали исключительно продтоварами. Полиция направила четыре письма руководству мэрии, требуя прекратить деятельность одесских базаров. Но, по словам замначальника областной полиции Сергея Мохотина, примерно четверть павильонов привоза продолжали работать вплоть до этой недели. Впрочем, самые маститые торговцы умудряются обойти и эту норму. Сигареты теперь продают с рук со стороны новощупного ряда, а ушлые дельцы здешнего строительного рынка подходят к потенциальным клиентам, заговаривают с ними и выносят нужный им товар. Автопробег протеста. Одесские предприниматели на этой неделе присоединились ко всеукраинской акции. На своих машинах представители малого и среднего бизнеса попытались обратить на себя внимание власти. Бизнесмены требуют открыть рынки и магазины и утверждают, что продление карантина грозит полным разорением и крахом экономики. По улицам Одессы колесило около 200 протестных авто. Подробности у моего коллеги Юлиана Аксенова. Свой автопротест одесские предприниматели решили начать на Таирово на парковке ТРЦ «Сити-Центр». Но там сработали на опережение и парковку закрыли. Пришлось сформировать колонну вдоль обочин. Лозунгов у протестующих было много, но требование одно – дать возможность работать. Предприниматели говорят, что медлить с отменой ограничений нельзя. Часть бизнеса уже не пережила карантин. Другая – под угрозой банкротства. В колонии в основном предприниматели самых крупных рынков города. Когда еще вчера они созванивались с поставщиками, читывали сдачу покупателям, а теперь заклеивают стекла своих авто протестными лозунгами. Люди говорят, что к обязательным платежам, которые никто не отменял, добавляются и житейские заботы. На все нужны деньги. Руководство заставляет аренду платить все 100%. У меня аренда 15 тысяч гривен в месяц. Это уже я пострадал раз. Я плачу уже второй месяц, во-первых. Во-вторых, у меня двое детей и отец после операции, который только инфаркт был. Сейчас все на моей шее, как бы такого плана. Всех надо кормить, одевать. А у нас прибыли сейчас никакой нет. Колонна разбилась на части и двинулась на проспект Шевченко к облгосадминистрации. Уже там на митинге протестующие обвиняли власть в дойных стандартах. Пока малый и средний бизнес под замком, крупные сети, гипер и супермаркетов разных направлений работают без проблем. Возмущает и то, что снизить аренду согласилось руководство не всех рынков. Там, где стопроцентная аренда и оплата, администрация сказала, кому-то что-то не нравится, разрываем договора. До свидания. То есть люди понимают, что они торговые места купили, никому ничего просто так не дали. То есть они купили кто-то за 10 тысяч долларов, за 15, не важно. То есть говорят, мы с вами разрываем договора, это все то, что было у вас, становится автоматически рынком. То есть куда людям деваться. Протестовали не только на железных конях, но и на самых настоящих. Юлия вместе с помощницами прискакали на своих подопечных прямо с Молдаванки, где расположена конюшня. Девушка говорит, что бизнес у нее легальный, налоги платит. Вот только прокормить 11 скакунов без заработка во время карантина очень трудно. Сено 10 килограмм, нужно лошади в день. И плюс фуража 6 килограмм. Каждая лошадь питается отдельно. Есть пони еще, то есть им меньше. Большой лошади, вот эта лошадь, она требует особого ухода. Ей 21 год. То есть и половина конюшни у нас инвалидов, которые не работают, которые выкуплены с мяса комбината. И то есть все эти лошади зарабатывают за счет того, чтобы прокормить остальных. Потому что, ну, кроме меня, эти животные никому не нужны. В обл. администрации на гудки и призывы предпринимателей откликнулись. Протестующим вышел директор департамента экономической политики. Чиновник обращения принял, но ограничился только обещаниями. Те обращения, которые сегодня к нам поступают от бизнеса, от предпринимателей, мы обязательно рассмотрим, мы обязательно обратимся в кабинет министров Украины, правительству, для того, чтобы были приняты вот эти меры по облегчению карантина, как можно быстрее. Как можно быстрее. Поймите, сегодня не все в наших руках. Абсолютно справедливо. Спасибо большое. В принципе, комментарий окончен. После этого митинг прекратили. Организаторы считают, что своих целей они добились. Но заявили, что если послабление карантина не последует, то будут продолжать свои протесты. Возможно, даже изменят тактику. Но какой она будет, пока оставляют в секрете. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Предприниматели из Южного Одесской области также вышли на акцию протеста. Люди возмущены закрытием местного рынка. Из-за жесткого карантина более 200 продавцов остались без работы. Говорят, продукты быстро портятся, весь товар сгнивает. Южненцы не понимают, зачем в городе закрыли рынок, ведь в их районе не было ни вспышки коронавируса, ни зафиксированных нарушений санитарных норм. Удивляет местных и то, что торговые точки на открытом воздухе закрывают, при этом закрытые заведения продолжают работу. Жесткий карантин добрался не только до рынков, но и до кладбищ. Теперь к уже действующим ограничениям, ношению масок, перчаток и безопасной дистанции добавили еще одно. Даты поминальных дней перенесли на июнь. Подробнее об очередной инициативе мэрии расскажет мой коллега. Очередное ужесточение карантина в Одессе на этот раз коснулось рынков и кладбищ. Если первые закрылись 17 апреля на неопределенный срок, то кладбищ коснулись следующие изменения. Здесь по-прежнему продолжают пускать людей с соблюдением всех карантинных ограничений, ношение масок, перчаток, соблюдение дистанции. Но вот главное, поминальные дни, которые приходились на выходные сразу после Пасхи, теперь пересены на Троицкую родительскую поминальную субботу, которая приходится на 6 июня. В этот же день мэрия распорядилась ограничить доступ одесситов в кладбищем, заручившись поддержкой полиции. О чем конкретно идет речь, пока непонятно. Известно лишь то, что частный транспорт на территорию кладбищ допускать не будут. Кроме того, ограничат движение общественного транспорта, дабы избежать скопления людей во время поминальных мероприятий. К тому же неизвестно, будет ли действовать какой-то особый пропускной режим для тех, кто хочет попасть к местам захоронения. Некоторые из одесситов, узнав о грядущих изменениях и не дожидаясь официальных разрешений, уже сейчас принялись убирать на могилах родственников. Напомню, что решение перенести проводы и ограничить доступ горожан к кладбищам приняли 17 апреля на очередном заседании по техногенно-экологической безопасности. Интересно, что провели его сразу после того, как глава офиса президента Андрей Ермак пожаловался на одесского мэра, пригрозив обратиться к главе МВД и лично к президенту, если ситуация не изменится. Город Подольск, бывший Котовск, в четверг закрыли для посторонних. Там зафиксирован всплеск инфицирования коронавирусом. Уже 37 человек заразились COVID-19. Из них 8 работников местной больницы. А семейный врач Виктор Галиченко скончался. Город окружили блокпостами, всего их 8. Через них пропускают только машины местных жителей и автокритической инфраструктуры. Въезд в Подольск для посторонних и транзитное движение через город запрещены. Маршрутные автобусы, службы такси и адресная доставка товаров также перестали работать до особого распоряжения. Приостановили функционирование всех субъектов хозяйствования. Открыты пока только продуктовые магазины, аптеки, в том числе ветеринарные АЗС и банки, которые пускают по одному. На улицах Подольска регулярная дезинфекция, а десятки патрульных и нацгвардейцев контролируют соблюдение мер жесткого карантина. Плотно охраняют и больницу, где содержатся инфицированные. До Подольска направлено військовослужбовцев Національної гвардії України, которые несут службу на территории лекарни, а также обеспечивают другие режимные заходы о недопущении сторонних людей на карантинный объект. Также созданы общие группы с полицией, которые занимаются стежением за дотриманием карантинных ограничений. По 100 обращений в день – это статистика заявок безработных в городской центр занятости за последнюю неделю. Его сотрудники говорят, что из-за карантина стремительно растет число безработных. Те, кто лишился средств к существованию, но был оформлен официально, могут рассчитывать на пособие. Эта сумма зависит от прежней зарплаты и страхового стажа. Если вы прапрабатывали годы и у вас заработная плата была, например, 10 тысяч гривен, то вы получили 10 тысяч гривен, страховый стаж вас становится более 10 лет. Что более 10 лет – это 70% от вашей заработной платы. И дальше уже идет рассчитывание вашей среднедренной заработной платы. Те же, кто получал минимальный оклад со страховым стажем более полугода, смогут получать 1200 гривен. Помогут и тем, кто никогда не работал. Правда, весьма символически – 650 гривен в месяц на полгода. В центре занятости ждут всех соискателей, независимо от причины потери работы. Сейчас открыто 1300 вакансий. Обращаться можно по телефону или онлайн. Карантин, как видим, больно бьет по малому и среднему бизнесу. Но заложниками запретов становятся не только люди, но и животные. Для частных конюшен наступили тяжелые времена. Заработка нет, а запасы фуража на исходе. Даже элементарное подковывание лошади может стать не по карману. Во сколько обходится нормальный уход за скакуном и как выживают в эпидемию небольшие конюшни, узнавали на этой неделе мои коллеги. Карантин оставил без работы не только людей, но и животных. Вопрос не в банальном заработке их хозяев. Вот эта лошадка Камелия вместе с десятью сородичами своей работой обеспечивала всю конюшню. Уход, кормление, а это на минуточку больше 200 килограмм в день, подковы, услуги ветеринара. Теперь же, когда четвероногим скакунам работать запретили, конюшня оказалась на грани выживания. Эта небольшая по современным меркам конюшня расположилась на некогда заброшенной территории на улице Заньковецкой. За 10 лет Юлия вместе с мужем сумели превратить заброшку в своеобразный дом для четырех пони и семи лошадей. До карантина все они исправно трудились, катая детей в парках. Теперь же, когда это временно запрещено, находить деньги на содержание стало очень сложно, а суммы это немалые. Втюг сена стоит 100 гривен сейчас, на данный момент. Это такое, ну, это не люцерна, это как бы не самое обычное, среднее сено. То есть, плюс корма, ну, нам только сено надо полторы тысячи на год. Это 150 тысяч гривен в год. Ну, плюс считать корма так же самое. Ну, я не знаю, кругом бегом 500-600 тысяч, получается, за год совсем. То есть, ну, а мы люди низкого полета, скажем так, и очень тяжело зарабатываются. Ну, вот что лошади зарабатывают, как бы то и имеем. Юлия показывает документы. Конюшня официально зарегистрирована. Все лошади с паспортами регулярно прививаются. Разрешение от налоговой тоже есть. Девушка считает, что ее бизнес может работать, если соблюдать правила карантина. И начать это делать нужно уже сейчас. Запасы на исходе. Чтобы протянуть еще месяц, пришлось урезать лошадиную пайку. С сеном беда происходит. Сена как бы нету, нету средств за что купить. И сейчас засуха везде. То есть, по Одессе и Одесской области сена половины нету. И оно будет по очень большим деньгам. Сейчас нам пришлось, потому как нет средств, и пришлось немного урезать лошадей в кормлении. То есть, если раньше мы давали 4 тюка в день, то сейчас это получается 2 тюка в день. Девушка говорит, что за каждой ее лошадью целая история и не всегда веселая. Кого-то спасли от разделки на мясо. Кто-то, как это лошадь кантри, попала сюда с травмой после профессионального спорта. Потому некоторые лошади нуждаются в особом питании. Еще есть 4 пони. Они не столь прожорливы, как их более крупные соседи. Но задачу для владельцев это не упрощает. На пони конкретно обходится сено 5 килограмм в день. Плюс нужно им ячмень, кукурузу, овес. То есть, это каша получается. 3 килограмма на пони тоже. Кушают они у нас 3 раза в день. Добавьте к этому коммунальные зарплаты персоналу, вызов ветеринара и работу кузнеца. Подковать коня обходится в 500 гривен. И делать это нужно через каждые полторы-две недели, говорит Юлия. Девушка надеется, что больше карантин продлевать не будут. И ее подопечные вновь вернутся к работе, за которой они уже успели соскучиться. И к другим актуальным темам. Предпринята новая попытка расширить мост через Хаджибейский лиман. На Киевской трассе возобновились работы по капитальному ремонту сооружения. Сделать из двух полос три планировали еще в далеком 2008-м. Но с тех пор и вплоть до прошлого года никакие работы на объекте вообще не проводились. В 2019-м удалось установить силовые конструкции. В 2020-м планируется завершить строительство почти километрового участка. Деньги пока есть только на правую, одесскую часть. Виталий Хемий на днях отправился на стратегически важный инфраструктурный объект. Нынешней весной возобновился ремонт моста через Хаджибейский лиман. Правительство выделило 100 миллионов гривен. Этих денег должно хватить, чтобы закончить все работы по направлению к Одессе. В следующем году при наличии соответствующего финансирования подрядчик должен перейти на часть моста по направлению столицы Украины. Мост через Хаджибейский лиман – один из самых затяжных дорожных долгостроев в стране. С 2008 года объект находился в стадии застывшего ремонта. И только в прошлом году были выделены и освоены первые за долгое время бюджетные деньги. В 2019 году в рабочий процесс также вносились коррективы. В частности, на месяц работы приостановились из-за нереста лиманной рыбы. Мы выполнили это устройство балок, устройство паль по правой стороне моста. Но в том году нерест, месяц у нас выпал из графика. В том году были небольшие проблемы у подрядчика, были небольшие проблемы у заказчика. В процессе выполнения работ определили, что возникла необходимость в дополнительных работах. То есть состояние моста за эти годы только ухудшалось. Ежедневно на объекте работают не менее 30 дорожников. На данном этапе меняют опорные части пролетного строения и демонтируют элементы старого мостового перехода. Параллельно ведутся работы по обустройству подъездов к мосту со стороны Одессы. Планируется, что в этом году в правой части сооружения в сторону Одессы будет не только отремонтировано дорожное покрытие, но и оборудован тротуар, нанесена разметка, установлены освещение и дорожные знаки. В службе автодорог уверены, новый мост будет не только шире, но и прочнее. Я вам скажу, что при переверке несної здатности паль, которые влаштованы по правой стороне, розрахунковое навантажение на каждую паллю 250 тонн. Мы понимаем, что наши водители, перевезники, очень любят, и не раз попадались на порушениях вагового контроля. Через это было предоставлено нормативом, предоставлено такая количество, такой-то наш. Еще одной преградой на пути к сдаче в эксплуатацию половины моста может стать нынешняя эпидемия. Из-за нестабильной работы предприятий поставщиков стройматериалов, процесс ремонта может затянуться. Впрочем, пока материального дефицита нет. Расширение и восстановление моста продолжается. Лето не за горами, а значит пора готовиться к курортному сезону. Одесские водолазы начали доставать из воды опасный улов. Они тщательно осматривают каждый сантиметр дна, а на берег вытягивают корзины разного мусора. От трамвайных рельсов до рыболовецких сетей. До конца апреля водолазам необходимо обследовать около 20 километров пляжей. От Черноморки до Лузановки. За подводной уборкой наблюдала Нарина Щеглова. Привычного в этот период шума электроинструментов на пляжах нет. Летние кафе и ресторанчики пока не ремонтируют и не готовят к курортному сезону. Виной всему карантин. И если на суше тихо, под водой вовсю кипит работа. Эпидемия, эпидемия. В Одессе вовсю готовятся к курортному сезону. Не изменяя ежегодным традициям, водолазы очищают морское дно от колющих и режущих предметов, чтобы обеспечить отдыхающим безопасное купание. Водолазам необходимо обследовать 17 городских пляжей. Затем они приступят к частным. Только после этого можно открывать купальный сезон. Обследование проводится примерно на удалении от берегового среза, где-то метр восемьдесят. Это где ставятся буйки. То есть там, где граждане ходят просто пешком, могут порезаться. Обычно водолазов находками не удивить, но в этом году их озадачил улов на пляже в Лузановке. Там помывало две рейсы такие, мы их отметили. И чуть позже, где-то через неделю четыре, может больше, мы привезем оборудование, будем размывать, срезать его. Там хорошие такие рейсы, очень ржавые, очень острые. Водолазы тщательно исследуют каждый сантиметр морского дна. Все находки складывают в специальные мешки. Мы идем по дну, там какие-то мелкие предметы, собираем в сетку. Дальше мы вносим на базу, утилизируем. А если какие-то большие конструкции, то привозим технику уже и вымываем, выкапываем, вырываем. Если есть такая возможность. Сегодня водолазы обследовали дно на одиннадцатой станции Большого фонтана. Наиболее распространенные находки – металлические предметы. Именно они самые опасные для отдыхающих. Зацепившись за остатки металлоконструкции, человек может не только порезаться, но и получить заражение крови. Что уж говорить о затонувшем танкере «Дельфи». Водолазы опасаются, что судно в этом курортном сезоне так и не уберут. И вокруг него будут массово плескаться отдыхающие. Нарина Щеглова, Константин Нечерет, телеканал «Репортер». В Одессе в усиленном режиме продолжает работать университетская клиника Международного гуманитарного университета, а также центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19. Бесплатно пройти тест и получить консультацию высококвалифицированных докторов и кандидатов в медицинских наук Международного гуманитарного университета могут абсолютно все одесситы и жители региона, предварительно записавшись в колл-центре. Всего закуплено 10 тысяч экспресс-тестов. Они сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости. На этой неделе тестирование прошли депутаты фракции Украинской морской партии в Одесском городском совете и лидер политической силы Сергей Кивалов. Помимо сотен одесситов, которые уже обратились за помощью в университетскую клинику, и прошли тесты, убедились в состоянии здоровья также студенты Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Одесситы продолжают проходить бесплатные тестирования на коронавирус в университетской клинике Одесского мединститута Международного гуманитарного университета и Центре борьбы с эпидемиями противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19. На этой неделе проверить свое состояние здоровья решили и депутаты фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете. Вместе с депутатами уже на повторное тестирование пришел и лидер политической силы, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Я уже проходил тестирование неделю назад. По служебным делам я два дня находился в командировке в городе Киев. И вот вчера приехал и сегодня решил пройти еще раз. Всего закуплено 10 тысяч сертифицированных экспресс-тестов производства одного из мировых лидеров по изготовлению тест-систем для различных инфекционных заболеваний. Компания с многолетним опытом выпускает также тесты на беременность, сахарный диабет и на употребление наркотических средств. Тесты были сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости. Мы закупили за свои средства, мы не тратили государственные денежные средства, мы приобрели их у производителя и вот они сегодня находятся в Одессе. Медицинские сотрудники университетской клиники используют современные качественные средства индивидуальной защиты. При работе с каждым посетителем используются одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства. К тесту также прилагается одноразовый комплект для забора крови. Спустя 15 минут тест показывает результат. Ну что, какой у меня тест? Ваш тест показал отрицательный результат. У вас в крови отсутствуют антитела и моноглубы линии G и M. У вас только на тесте показана контрольная полоска, значит тест выполнен правильно. И вирусов крови у вас. Слава Богу. Спасибо вам. В первую очередь в группе риска находятся врачи. Сергей Кивалов отметил, что клиника Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета готова принять всех медиков и тестировать их каждые пять дней согласно утвержденным протоколам. Сергей Кивалов призвал также всех одесситов пройти бесплатное тестирование в университетской клинике Международного гуманитарного университета. Я еще раз обращаюсь ко всем одесситам и хочу сказать, что вы имеете право бесплатно в студенческой клинике Международного гуманитарного университета пройти экспресс-тест на наличие антител в организме. Я подчеркиваю, это все делается бесплатно. В условиях карантина депутаты горсовета продолжают работать в комиссиях. Часто бывают среди одесситов, поэтому вынуждены особенно тщательно подходить к вопросам здоровья, как своего собственного, так и окружающих. Это совместный проект Международного гуманитарного университета Украинской морской партии Сергея Кивалова и юридической академии. И я хочу призвать всех коллег, всех депутатов Одесского городского совета, областного совета, Верховной Рады пройти тест на коронавирус. Это 15 минут, но спокойны вы, спокойны ваши семьи, это в первую очередь безопасность. На округах нас, как депутатов-мажоритарщиков, конечно же, жители спрашивают и интересуются относительно того, где можно проверить свое здоровье, возможность пройти тест на коронавирус. И по инициативе Сергея Васильевича Кивалова, по инициативе Украинской морской партии, при содействии Международного гуманитарного университета, национальности Одесской юридической академии, такой тест можно абсолютно бесплатно пройти. Я вообще считаю, что все население должно проходить тесты. И чем больше у нас протестированных людей, тем более реальная у нас статистика и более объективные показатели, из которых можно отталкиваться и, соответственно, вводить те или иные необходимые медицинские и противоэпидемиологические меры. Поэтому тестирование – это одна из важных частей в целом системы здравоохранения и борьбы с эпидемией коронавируса. Также во время посещения клиники Сергей Кивалов и депутаты ознакомились с готовностью медучреждения к приему больных на стационарное лечение. Несмотря на огромный дефицит медицинского оборудования в Украине, удалось приобрести все необходимое для отделения интенсивной терапии Университетской клиники Международного гуманитарного университета и Центра борьбы с эпидемиями противодействия коронавирусу и защиту от пандемии COVID-19. Клиника была построена качественно и в крайне оперативном режиме. Всего месяц назад на месте отделения интенсивной терапии и изолятора была огромная аудитория на 150 человек. Часть корпуса, где расположен стационар, имеет свой автономный вход. Он попадает в изолятор. В изоляторе проводятся все необходимые подготовительные процедуры, для того, чтобы потом перевести его в палату интенсивной терапии. Здесь изолятор, да? Да, изолятор. После окончания пандемии изолятор трансформируется в палату восстановительную, послеоперационную, рекавери, в которой пациенты будут после амбулаторных операций восстанавливаться. В отделении интенсивной терапии уже размещена необходимая мебель и оборудование. Выполнена разводка для подачи кислорода. Сами кислородные баллоны, согласно технике безопасности, находятся в отдельном помещении. К пациенту крепятся датчики контроля, ситуацию кислорода, давление, кардиограмма. То есть все, что там обеспечивает функции дыхания. И здесь все видно, это реаниматологи, все это мониторинг. Это то, что мы потом также можем видеть удаленно при помощи телемедицинских инструментов, как мы с вами показываем, где бы это ни было. То есть это такие вот у нас универсальные решения. В палатах присутствует инфузомат, необходимый для дозированной подачи лекарств и следящее оборудование, которое обеспечивает мониторинг всех функций жизнедеятельности больного. Уровень кислорода, давление, кардиограмму, функции дыхания. Устанавливаются аппараты искусственной вентиляции легких. Кроме этого, используя возможности телемедицинского комплекса университетской клиники Одесского мединститута МГУ, можно предоставлять телемедицинские консультации людям, которые находятся на самоизоляции. Как правило, это пожилые люди, которые не могут обратиться непосредственно физически к врачу в связи с риском получить заражение при контакте с окружающими. Медсотрудники кабинета телемедицины оказывают консультационные услуги на расстоянии пациентам в любом населенном пункте страны. Вообще пациенты с коронавирусной инфекцией нуждаются в очень высоком потоке кислорода. Можете посчитать. Если это требует, то скорость потока кислорода у тяжелого пациента – это 10 литров в минуту. Баллон 40-литровый – это 6 кубов кислорода. То есть кислорода может уходить очень много. Но в принципе вот этого баллона где-то по городу достаточно будет, если нужно обеспечить. Еще одна большая аудитория на базе клиники переоборудована в палату, которая совмещает в себе две функции – дневного стационара и физиотерапевтического кабинета. Палата оборудована койками и 11 аппаратами, необходимыми для проведения различных физиотерапевтических процедур. Мы приняли такое решение, чтобы переоборудовать аудитории, где читались лекции, проводились семинарские занятия, переоборудовать их в палаты. Здесь люди могут получать и как инвазивные методы исследования, и лечение – это капельницы, так и получать физиотерапевтические процедуры. То есть его можно использовать также, как для восстановления пациентов, которые уже переболели этим нашим опасным недугом коронавирусной пневмонии. Тем временем университетскую клинику Международного гуманитарного университета уже посетили сотни одесситов со всех районов города. Чтобы пройти тест, они предварительно записались с помощью колл-центра по телефону горячей линии 778-30. Позвонив на горячую линию, также можно получить онлайн-консультацию докторова, кандидата в медицинских наук, записаться на прием и получить комплексную консультацию и пройти тест на коронавирус. Запись на прохождение теста осуществляется каждый день с понедельника по пятницу с 10 до 15.00. Зашли на сайт и увидели, буквально там пару минут было это объявление, и мы тут же позвонили. И спасибо большое, мы позвонили, обратились и нас записали на четверг. И мы очень благодарны, большое спасибо, что сразу так окликнулись, что сразу предложили сделать анализ. Даже не верится, что вот такое еще может быть, что такое тяжелое время, и что так быстро окликнулись и помогают, и делают. Во время тестирования один из одесситов получил позитивный результат. Врачи клиники приняли решение госпитализировать мужчину согласно протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения Украины, которому следует и университетская клиника Международного гуманитарного университета. Карета скорой помощи сопроводила пациентов в медицинскую клинику «Одрекс», где провели ПЦР-тестирование. В настоящее время он находится на самоизоляции. Увидел рекламу на репортере касательно бесплатного тестирования на коронавирус, позвонил на колл-центр. Девочки меня записали в удобное для меня время. Был, к сожалению, положительный результат данного теста. Главное, что врачи работали очень слаженно и профессионально, качественно. Согласно протоколу, они сразу меня госпитализировали в «Одрекс», где в дальнейшем мне провели ПЦР-тест. После чего меня отправили на самоизоляцию. На данный момент я нахожусь на самоизоляции. Перед тем, как сдать кровь для тест-системы на наличие коронавируса, посетителю клиники меряют температуру, пульс, а также уровень насыщения крови кислородом. Все данные вносятся в специальную программу. Одесситы говорят, в такое сложное время медучреждения города не выдерживают нагрузку. Поэтому очень важно, что они могут в любое время обратиться в клинику Международного гуманитарного университета. Я пришел сначала в инфекционную больницу, в приемное отделение. Они мне культурно говорят, у тебя Семкутомова нету? Ну, в общем, меня культурно так. Наш Минздрав послал на четыре буквы. Говорит, иди к семейному врачу. Я пришел к семейному врачу, она говорит, что ты от меня хочешь? Теста у нас нету, ничего нету. Я узнал по телевизору, я видел, Сергей Васильевич делал тест. Я решил тоже попробовать. Если все такие люди были хотя бы на Украине, как Сергей Васильевич, было бы лучше жить. Весь медицинский персонал клиники соблюдает строгие правила безопасности. У каждого врача есть сменные средства индивидуальной защиты. Справиться с пандемией помогают и студенты. К примеру, учащиеся в Одесской юрокадемии и сотрудники юридической клиники работают в колл-центре. А студенты Международного гуманитарного университета под руководством высококвалифицированных врачей оказывают помощь посетителям клиники. Кроме волонтерской помощи, которую оказывают студенты, они также проходят тестирование. Более 90% молодых людей приехали учиться в Одессу из разных уголков страны. Во время карантина не все смогли уехать домой. И около 200 студентов в настоящее время проживают в общежитиях университета, где соблюдаются все эпидемиологические меры и меры безопасности. Одесская юрокадемия и МГУ в это сложное время ответственно заботятся о своих студентах. Здоровье молодого поколения превыше всего. Во-первых, хочется сказать, конечно, большое спасибо Сергею Васильевичу за то, что мы имеем возможность бесплатно сегодня протестировать себя, обезопасить себя, быть уверенным в том, что мы не болеем. Замечательная клиника у нас открыта на базе Международного гуманитарного университета. Действительно, здесь новейшие технологии, новейшая аппаратура. Очень важно проверять студентов, молодежь, так как все мы знаем и слышали, что заболевание может протекать у молодых людей бессимптомно. Они могут быть носителями вируса и, соответственно, передать каким-то своим старшим родственникам, коллегам. Поэтому лучше проверить, чтобы понимать, нет ли носительства вируса. Максимум волнений – это от небольшого укола в пальчик, чтобы взять кровь. А так, в принципе, нет. Результат показал негативный результат. Тест показал негативный результат. Все прекрасно, все замечательно. Кроме тестирования на выявление коронавирусной инфекции, все студенты обеспечены многоразовыми средствами индивидуальной защиты. Активисты Первичной профсоюзной организации и студенческого совета раздали всем, кто проживает в общежитиях, медицинские маски, которые отшивают Высшее Объединенное профессионально-техническое училище сферы услуг Одесской юрокадемии. Мастера училища ежедневно отшивают более 200 таких масок. Национальный университет Одесская юридическая академия продолжает борьбу с пандемией COVID-19. И вот, кроме того, что наши студенты имеют уникальную возможность дать безкоштовый тест на коронавирус, кроме этого, конечно же, руководство пиклуется и надалее, даже во время такой достаточно сложной периоды в нашей стране. Про наших студентов все равно пиклуются. И вот сегодня у нас была безкоштовная раздача масок багаторазовых в наших студентских гуртожитках для студентов, которые остались проживать в гуртожитках на период карантин. Напомним, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций провел мониторинг работы высших учебных заведений по борьбе с коронавирусом. По результатам было выявлено, что беспрецедентные меры, принятые национальным университетом, Одесская юридическая академия и Международным гуманитарным университетом по борьбе с пандемией COVID-19 являются примером того, как слаженно и оперативно должны действовать все учреждения высшего образования в Украине. Всемирный карантин задает новые модные тренды. На просторах интернета появились фото вечерних нарядов из подушек и одеял, а также ремейки на полотна мировых художников. К челленджам активно подключаются и одесситы, чтобы показать обратную сторону самоизоляции. Что из этого получилось, видела Светлана Довжук. Милан, Париж, Нью-Йорк и Лондон не были жадными на трендовое открытие сезона 2020. Но модой от кутюр в условиях карантина вряд ли кого-то заинтересуешь. Потому мировые бренды спасали перед обычными подушкой и одеялом. Тому доказательство карантинный флешмоб в интернете. Но челленджей по всему миру запустили куда больше. Модницы и модники со всего мира делятся своими стильными образами из постельного белья и выкладывают фотографии с хэштегом «карантин пилл челлендж» в интернет. Для образа достаточно иметь подушку, стильный пояс и фантазию. И таких публикаций в соцсетях множество. Одесситы не отстают. Я тоже решила присоединиться к мировому флешмобу и создать домашний уютный образ прямо на работе. Все-таки работа – это второй дом. Поехали! Второй популярный флешмоб – ремейки популярных полотен мировых художников. Этот челлендж запустил музей Гетти в Лос-Анджелесе. В качестве примера работники музея представили картину мастера Святой Цицилии – «Мадонна с плоденцем». Так люди со всего мира воссоздают известные картины с помощью предметов, людей или животных. Так одесситка Елена Орлова приобщила к флешмобу своего кота. На идею создания вдохновил карантин. Приходится придумывать какие-то занятия. Поучаствовала я в челлендж, а точнее в проекте «Изоизоляция». Это всемирный, я так понимаю, по количеству подписчиков и по географии участников. Это всемирный проект, удивительный, классный, творческий, интеллектуальный. Суть его в том, что люди из подручных средств и с помощью своих, назовем это так, сожителей, членов своей семьи имитируют, повторяют, копируют, косплеят, есть еще такое слово, известные произведения искусства. Сильно известные или малоизвестные. В последнее время присоединились к ним и плакаты, а совсем недавно и сцены из известных фильмов и мультиков. Принять участие в таком флэшмобе может каждый желающий. Надо всего лишь выбрать любимое произведение искусства, взять три вещи из дома и креативно его повторить. Ежедневно в проект «Изоизоляция» присылают около 30 тысяч ремейков. Так что карантин – отличная возможность не только ближе познакомиться с искусством, но и стать его частью. Светлана Довжук, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». Вы смотрели итоговый выпуск новостей на телеканале «Репортер». Спасибо, что остаетесь с нами и до встречи. Ровно через неделю.